всем привет снова мы двигаемся такой наши маленькие рубрики молитвы и значения и так далее так далее так далее сегодня я бы хотел поговорить о тфилин и о талит окей пошли давайте о талите и покрывали покрывала покрывала все знают как она выглядит вот теперь что это за покрывала что это почему она какой-то с нитями какие-то и так далее давайте я сначала объясню значение этого всего что мы понимаем талит это покрывало которое надевается на плечи поверх одежды очевидно теперь она окружает человек человека духовным защитам с духовным слоем защиты вот четыре угла то ли то с кистями на них подключают нас к четырем сторонам света и ну это скажем так квантовый уровень нашего мира что помогает получить контроль над своей жизнью то есть талит это очень важный аспект сейчас продолжим талит соединяет нас с окружающим светом то что вокруг нас это потенциал нашей души как как правило талит надевают только женатые ну по аллахе талит надевает женатые мужчины теперь объяснение почему поскольку энергия пробуждаемая талитом проявляется через связь человеком с его женой вот перед обволочиванием в талит есть в разных местах в разных общинах в разных да регионах скажем так произносят кто-то делает лаше михуд лаше михуд куча бериху ну то есть что такое лаше михуд подобен электрической искре которая увеличивает силу следующих молитв и их действия то есть в нашем случае лаше михуд будет усиливать силу благословения которое мы произносим на талит соединяет верхние миры с нашим физическим миром лаше михуд допустим лаше михуд отличается талит от тфилина тем что здесь допустим написано то что мы и принести этим удовольствием моему творцу и используя желание моего творца я готов благословить окутывание в талит как нам велели наши мудрецы в тфилине будет ствилином теперь дальше здесь чуть-чуть так по бирдыческой кабале что такое обволочивание талит после благословения нужно обернуться в талит вокруг головы закрыть ли так оставить открытое лицо чтобы четыре угла свисали у нас спереди на груди затем возьмите два в общем это я не буду считать то есть рассказывать это и так все знают без меня талит это аспект окружающего света горлота талит это тикун внешней части и циры без тоже без деталей а благословения это тикун окружающего света и обволачивание в облачивании автолит это тикун внутреннего света то есть можно сказать мы соединяем внутренний и внешний свет такой в нашей внутренней точке это талит мы делаем талит в шахарит мы делаем талит когда вообще-то талит знаете есть такое вот так вложат на тфилин на талит по шелха на руху это в общем чуть-чуть неправильно потому что талит считается выше нежели тфилин почему это так потому что допустим на в шаббат одеваем да талит идем кто-то одеваем талит на праздники одеваем талит то есть на емкий порогу от фили нет то есть он имеет приоритет скажем так теперь это вода в стакане теперь после талита мы одеваем тфилин филактория еще называют это так давайте я идем сразу в одном видео действует твилина подобно антенне которая притягивает к нам духовную энергию и позволяет тем самым сдержать контроль к сдержать и контролировать эго эгоистическое желание превращая их желание получать чтобы делиться то есть буквы и слова лыше мехут перед помните помогают нам наполнить энергию тфилину крепляя его с помощью соединения обратно же верхних миров с нашим нижним миром но все молитвы мы знаем мы куда-то молимся мы же не молимся в дерево в стену или кому-то там мы же не молимся творцу прямо да правильно мы же молимся грубо говоря себе мы что понимаем что это творцу но мы для себя для кого-то для за кого-то мы же можем встать и молиться вот как там я не буду сейчас не переключаться на какие-то темы там молятся вот там в дереву это единое поклонничество это ну кто-то так делает я допустим был в индонезии на бали острове там они чанан делают преподношение я мне интересно разными скажем так направлениями течениями и религиями в то время интересоваться и я его спросил этого человека говорю а что что собственно ты в 5 утра что-то делает он говорит я постоянно идут молиться у меня там есть 130 разных богов я им молюсь бог волны бог океана бог песка бог берега на все вот что знаем то можно считать богом не божественным а богом разная вещь да теперь кстати то что он говорит что это инду индуизм то что с инду много кто переходит в крестьянство потому что это дешевле было что это чананг это надо тарелочка там печенье мандаринки и так далее салаг такой фрукт он на бали растет он как чеснок в общем у сладкий этот салаг надо там дело это все денег стоит это постоянно надо делать люди которые определенно верующие каждый день несколько раз день и это довольно таки в копейку им обходится теперь идем филин нашим возвращаемся любимым обратно жил их и лыше меху то же самое все но только здесь и да мы говорим нашим мудрецам как будто я выполнился необходимые медитации для того для надевания от филина благодарен им то есть мы шамиху тоже только мы там портолит говорили здесь портфелин теперь здесь важно филина есть яд руки есть головы рожь одеваем одеваем филина одеваем филин руки первично обратно в разных традициях в разных аспектах в разных регионах это делают по-разному кто-то делает это сидя кто-то делает стоя этому всему тоже есть объяснение с энергетической точки зрения и так далее в общем цель филина там вокруг ли мы обязываем обязываем делаем обмотки вокруг левой руки чтобы преодолеть в нашем сердце желание получить только для самого себя такая простая фраза желание получить только для самого себя простейшая фраза а на самом деле это духовная работа которая заключает в себе и любовь милосердие и эго и вообще эта работа это колоссальный труд вот и тфилин нам это помогает сделать грубо говоря без посредников легче тфилин помогает ограничить силу притяжения левой руки превращая наше желание получить только ли от самого себя это желание того чтобы получиться левая рука левая часть это у нас энергия получения почему кстати тфилин лямки тфилина правая длиннее нежели левая можете проверить то что право это хес это милосердие это дольше авраам это она она длиннее тем самым показываем что это для нас приоритетней теперь мы надеваем тфилин на левую руку у нас мы делаем тфилина вот сначала мы размещаем тфилин на бицепсе левой руки то есть возле нашего сердца направляем его к сердцу произносим благословение за том трижды делаем букву щен вокруг левой руки что такое щен буква это действие связывает нас с трема высшими измерениями или сферотами нашей вселенной хохмой биной и да от вот затем мы врачаем ремень 7 раз вокруг предплечья левого да чтобы подключить нас к семи сферотом то есть которые имеют прямое влияние на наш мир хесет бурат тиферет нет заход есть от малхут и это же это же это же то же самое до действия одновременно нам налаживает нашу связь с мудрецами с кем как вы думаете это конечно же евро это действие являются кодами и проводня эти мудрецы эти действия наши это все код для того чтобы грубо говоря запустить энергию сироты затем мы обматываем нижнюю часть руки вот ниже кисти и на время просто и на время это все оставляем мы знаем да потому что нам надо сейчас сказать благословение или не говорит благословение обратно же но мы молчим там когда кстати делить мы ничего не говорим там тоже есть объяснение почему то есть твилин руки у нас одет сейчас мы одеваем цилин рожь голова циринга в головы цилин для головы у нас искупает гордыню это антенна которая нас это в общем это это внешний аспект ацелута благословение когда мы произносим или не произносим про себя если мы сказали слово уже до надо второй раз произносить благословение если нет ну это обратно я не хочу это видео рассказывать что кто-то будет говорить это так кто-то по-другому я делаю это допустим я не произношу ничего второго благословения и или произношу но не вслух про себя вот а теперь само действие надевание твилина это обратно же текуна внутреннего света ну окей мы надели твилин на голову сейчас мы сейчас мы возвращаемся к нашей руке не забыли бы рушенку от моху то ли бывает про себя теперь смотрите зачитаю такое заре сказано что в всевышний надевает твилин украшенные четыре четырьмя сияниями хохмой беной хесетом гурой то есть следующие строки они на на русском так всели в меня твою мудрость отец небесный и даруй мне понимание твоей мудрости мы хохма эль элы и он то отцелил алай у мебинатха и так далее завершение от филина то есть метка инфрации что битари объясняет что лямки вокруг пальцев создают кольцо это кольцо связывает нас со светом так же как свадебное кольцо соединяет невесту и жениха важно понимать что это единство единение не только символика эта технология которая наполняет нас божественным светом теперь нам важно создать здесь букву щенда летают то есть шадай мы это тоже знаем по щенда летают шадай такие таким образом мы получаем важную последовательность арамейский букшин далее тьют шадай которые основные святых имен способны бороться с темными силами теперь мы надели тфилин все у нас как бы классно у нас есть поправили все рожь посередине теперь у нас есть такие две после 2 2 скажем так молитвы которые мы читаем после того как мы одеваем тфилин это кадыш ли кавай дворная машины морка дышали то есть это то что в тфилине в этих вода свитки стоят в камеры это вот оттуда так следующие два параграфа кадыш ли и варки явиаха является мощным кодом написанным на пергаменте внутри коробок тфилина произносить и произнося их мы проводим наш или приводим наш тфилин действие то есть мы заводим мы одели все нормально то есть сели машину мы сейчас заводим машину прогреваем мотор и в путь надев тфилин нужно произнести 2 ну вот эти два текста перед внутренней молитвы то есть а день его я киеве вот и в принципе на этом заканчивается наше наше путешествие в мир толита тфилина конечно же мы еще возвращаемся к целину это когда мы в определенных местах молитвы его трогаем рожь и головы и руки так же самому кисти целуем это все я думаю следующая тема что это непосредственно уже не от филин это уже о действии с филин вот но не знаю вот это мощнейший инструмент это такая вот антенна которая сильно-сильно я когда первый раз одевал филин меня аж мурашки по коже шли это что-то сильное вот и это очень надо беречь потому что говорят если не дать бог вас в плен упадет надо день поститься так что очень аккуратно с этим всем потому что это далеко не шутки вот хорошо всем хорошего дня времени приятно было вам это высказать пока